Индонезийский вулкан Меропи выбросил колонну пепла на высоту 6 километров. Самый активный в Индонезии действующий вулкан Меропи, расположенный на острове Ява, в воскресенье 21 июня выбросил воздух, столб пепла и горячего газа на высоту 6 километров. Извержение вулкана, сопровождающийся грохочущими звуками, было слышно за несколько километров. В ряде деревень острова Ява прошел пеплопад. Индонезийский центр по вулканологии и снижению геологической опасности не поднял статус тревоги в результате извержения вулкана Меропи. Гора уже находится на третьем уровне опасности, с начала активной деятельности в августе прошлого года. В марте извержение вызвало закрытие аэропорта в Соло на густонаселенной Яве, заявили власти. После мартовского извержения местное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий предупредило жителей о том, что они не должны приближаться к запретной зоне в радиусе 3 километров вокруг Меропи. Вулкан высотой 2968 метров является самым активным из 500 индонезийских вулканов. Последнее крупное извержение в 2010 году стало причиной гибели 353 человек. Индонезия – архипелаг с населением 270 миллионов человек, подвержена землетрясениям и вулканической активности, поскольку расположена вдоль Тихоокеанского огненного кольца серией подковообразных линий вокруг океана. Регион Хорватии объявил положение стихийного бедствия после гибели 50 миллионов пчел. В предварительным подсчетом потери составили более 50 миллионов медоносных насекомых. Власти округа объявили стихийное бедствие. Ветеринарные инспекторы изучают причину внезапного пчелиного мора. Пчеловоды были потрясены, столкнувшись с ковром из миллионов мертвых пчел, лежащих на земле в районе между Подтурном и Гординоватцем недалеко от границы с Венгрией. 20 пчеловодов потеряли около 600 ульев, что составляет около 50 миллионов пчел. Предполагается, что причиной этого экологического бедствия является отравление пестицидами, хотя это пока официально не подтверждено. В ассоциации пчеловодам Меджимурия заявили, что ущерб экосистеме является катастрофическим, тем более, что это не первый случай мора пчел. Пестициды – не единственная причина гибели пчел. Сообщества насекомых испытывают стресс, вызванный изменением климата. Экологи также заявляют о загрязнении реки Савы антибиотиками. Центр судебных экспертиз собрал образцы пчел, меда и полевых растений для точного определения причин пчелиного мора с помощью лабораторного анализа. Пчеловоды получат денежную компенсацию, однако нанесенный ущерб неизмерим, так как пчелы очень важны для опыления культур. От наводнений в индийском штате Оссам пострадали 13 тысяч человек. Стихийное бедствие затронуло пять районов – Тхемаджи, Лакхимпур, Налбари, Барпиту и Джархат. По данным администрации, по борьбе со стихийными бедствиями штата Оссам, паводковыми водами были затоплены свыше полутора тысячи гектаров пахотных земель. Проводится оценка ущерба, нанесенного сельскому хозяйству. По меньшей мере, 51 человек был размещен в лагерях помощи в районе Тхемаджи. Сведений о жертвах не поступало. Интенсивные осадки привели к существенному повышению уровня воды в реках, в четырех из них он превышает опасные отметки. Сильный снегопад накрыл возвышенности Айдаха и Монтаны. По данным Национальной службы погоды США, в начале и конца лета в северных скалистых горах может выпадать снег. К северу от горного перевала Саммит-Галена, в центральной части Айдаха выпало около 25 сантиметров снега, а к югу от вершины 15 сантиметров. Предупреждения о зимних штормах были выпущены для горных районов выше 1600 метров в юго-западной Монтане. Метеорологи предупредили, что путешествие по горным дорогам может быть затруднено. Предупреждения также распространились на части центрального Айдаха. Веб-камеры департамента транспорта из Айдаха и Монтаны показывали заснеженные дороги. Полиции пришлось освобождать транспортные средства, застрявшие на проезжей части. Аномально большое облако пыли из Сахары пересекает Атлантику. Необыкновенно обширное пылевое облако из пустыни Сахары преодолело 8 тысяч километров, пересекая Атлантику. Метеорологи прогнозируют красные восходы и закаты на побережье Мексиканского залива и подавление развития тропической системы в Атлантическом бассейне. Пассаты часто несут пыль из Сахары на побережье Мексиканского залива. Но этот шлейф привлек внимание метеорологов. По словам ученых, это необычно большое пылевое облако. Пыль начала распространяться от побережья Африки несколько дней назад. Обычно облака пыли из Сахары достигают побережья Мексиканского залива с июня до начала августа. Поднятую пассатами пыль воздушные массы переносят через Атлантику. Более сильный, чем обычно африканский восточный ветер сыграл роль в создании аномального пылевого шлейфа. Поскольку пыль переносится через океан, она имеет тенденцию подавлять развитие тропических систем. Пылевая завеса создает крышку в атмосфере и привносит сухой воздух, что отрицательно влияет на тропическое развитие, который зависит от теплого и влажного воздуха. Ожидается, что пыль достигнет побережья Мексиканского залива между вторником и четвергом следующей недели. В затуманенном небе солнечные лучи должны будут огибать частицы пыли, создавая ярко красные восходы и закаты. Пылевые облака из Сахары распространятся по территории от Флориды до Луизианы и Техаса, где ожидается больше всего пыли. Высокая концентрация пыли может представлять опасность для здоровья людей, живущих на побережье Мексиканского залива. В Индонезии произошло наводнение. Сильные дожди вызвали переполнение рек и наводнение в некоторых районах провинции Ачех в Индонезии. Сотни домов и сельскохозяйственные угодья были затоплены, а дороги перекрыты. СМИ сообщили о подъеме воды в районе Матангули на полтора метра. Местные власти по ликвидации последствий стихийных бедствий заявили, что 358 человек были эвакуированы. Отмечается, что в этом году регион уже страдал от стихии. Сильные наводнения обрушились на Центральный Ачех в мае. Также части провинции столкнулись с наводнениями в январе и начале апреля. В конце апреля снова произошло наводнение, повредившее по меньшей мере 2000 домов в 8 деревнях, а в некоторых районах паводковая вода достигала глубины больше 1 метра. Массивный оползень в Кот-де-Вуаре унес жизни 13 человек. Власти в Кот-де-Вуаре, Западная Африка, заявили, что по меньшей мере 13 человек погибли после оползня, который снес 20 домов. Трагический инцидент произошел на окраине города Аняма в департаменте Абиджан, сообщает ABC News. На месте происшествия были предприняты поиски людей, которые числились пропавшими без вести. В Абиджане выпало более 260 мм дождя за 48 часов. Это составляет почти половину среднего количества нормы осадков в июне. Многие дороги размыты, железнодорожные пути повреждены. Метеорологи предупредили, что после нескольких дней проливного дождя риск наводнения оползней Абиджане остается очень высоким. Сезон дождей в Кот-де-Вуаре в июне является опасным, особенно в неформальных селениях, где нет дренажа, а дома строятся быстро, без соблюдения технических стандартов. Ребят, спасибо большое за просмотр видео, за ваши лайки и комментарии, которые мотивируют нас развиваться. До скорой встречи, с вами был канал Climate Change. Субтитры создавал DimaTorzok